Я помню, что самый такой вот анекдот, вот исток, с которого все началось, это знаменитый американский анекдот. Знаете телефон американской службы спасения, да? 911. Почему блондинка не может набрать на телефоне 911? 911. Брунетки. Она не знает, где цифра 11. Она не знает, где цифра 11. Нет, а у нас замечательно... Сейчас, одну секунду. Нет, нет, я просто вспомнил. Ты тупейший при брюнетке. Хорошо. А знаете, как блондинка едет в машине... Почему не может 911? О-о-о! Михаил Ильич, оказывается, люди... Вы можете конкурировать. Нет, нет. Нормально. Бывают не только блондинки шатаны, бывают люди, лишенные волос. Нет, я... Михаил Ильич, она не знает, где 11. На телефоне. Ну, в третий раз не придется... Расскажи мне еще раз, пожалуйста. Хорошо. Нет, а знаете, знаете нашу блондинку, которая едет в машине и слушает радио, и ей говорят... Вы слушаете радио Европа Плюс. Она говорит, ну вот откуда они это... Не рассказывал про блондинок? Нет. Одна блондинка расскажет, другой... Да, выхожу из подъезда, говорит, и маньяк. А вторая, говорю, ужас. Так, говорит, вот-вот, он так и сказал. А я не рассказывал про блондинок вообще? Ничего еще? А-а-а! Слушайте! Если на то пошло. Знаешь, группа студенток-блондинок... Вот в этом месте все уже смеются, обычно. Группа студенток-блондинок пытается измерить высоту флагштока, не знаешь? И вот они... А, знаешь? Пытается измерить высоту флагштока, летят с этих стремянок, рулетки летят вниз, одна падает, другая падает. И мимо проходит студент, вынул этот флагшток, измерил, поставил на место, это группа студенток-блондинок. Ну, не идиот. Ну, нам надо было высоту измерить, а не длину. Это вопрос о блондинках, не технике. Про блондинок можно рассказывать о них? Брюнетки за! Блондинка занимается парнем любовью, и на самом пике страсти, в самом пылу вот этой их встречи, он в нем спрашивает, а что ты не целуешься? А, я не могу, я парней за армией жду. Две блондинки ждут автобуса, одна ждет пятого, другая восьмого. И подходит пятьдесят восьмой. И одна-другая говорит, ну вот здорово, вместе поедем. Брюнетки громче всех. Нет, а когда две блондинки в фефе сидят, одна говорит, что-то какой-то чай невкусный, дура, это же кофе. И официантка подходит, девочки, какао еще будете? Одна блондинка звонит из душа, другой говорит, ой, Катя, ужасная дура, тут написано шампунь для сухих волос. А я уже намочила. Гаишник останавливает блондинку. Говорит, ваши права. Та теряется, что-то роется в сумочке, говорит, права это. Ну прямоугольничек с вашим изображением. А, находит это карманное зеркальце, говорит, вот это что ли? Он говорит, долго тупо пялится. Ну а что же вы сразу не сказали, что вы милиционер?